Привет, друзья! Немецкому тюнинг-ателье Abt, известному своей любовью к автомобилям марки Audi, исполняется в этом году 125 лет. И чтобы отметить эту важную дату, в компании выпустили особую, юбилейную версию Audi RS6 Iogan Abt Signature Edition. Своё имя особая версия получила в честь легендарного баварского кузнеца Иогана Апта, который стоит у истока в тюнинг-ателье. Правда, в далёком 1986 году, который официально считается датой основания мастерской, семейство Аптов занималось кузнецким делом и лишь спустя какое-то время переквалифицировалось на автомобиле. Кроме имени каждый выпущенный автомобиль, а всего их будет 64, по одному автомобилю на каждый год жизни отца основателя. Все они получат кусочек от первой наковальни, на которой зарабатывал себе на хлеб великий мастер. Этот артефакт, вместе с тиснением в виде автографа основателя и эмблемы компании, а также рядом других опознавательных знаков, выделяет новинку от других работ ателье. Интерьер, в том числе, был обшит обильным количеством алькантары, кожи и карбона. Но больше всего изменений снаружи. Универсал получил фирменный обвес из красного карбона с необычным плетением, а также новые кованые 22-е диски, что в общей сложности помогло автомобилю стать легче на целых 14 килограммов. Кроме того, особая RS6 прошла дополнительные испытания в аэродинамической трубе, и после ряда настроек удалось добиться дополнительной прижимной силы в 150 килограммов на задней оси. Ну а теперь самое интересное – технические изменения. Заряженный универсал, благодаря фирменной прошивке, новым мозгам и собственноручно разработанным турбонагнетателям, которые нашли свое место под капотом, выдает 800 сил и 980 ньютон-метров, с пиковой отдачей в 1000 ньютон-метров. Кроме того, были установлены более высокопроизводительные охладители и выпускная система из матовой черной стали. Для адептов гаражного тюнинга в компании объяснили, что могли таких показателей добиться и без замены нагнетателей, но тогда бы очень сильно пострадала надежность. А учитывая, что все доработки от АПТ никоим образом не влияют на заводскую гарантию, это приятный бонус. К тому же, это самая быстрая RS6 с шильдиком компании. Пятидверка разменивает первую сотню всего за 2,91 секунды. 0,200 автомобиль преодолевает за 9,79 секунды, а на 0,300 уходит 28,35 секунды. Это на 20 секунд лучше, чем у заводской версии. При этом универсал способен развить скорость в 330 км в час. Цены на новый проект отелье пока не раскрывает, но маленькими они точно не будут. Друзья, а перед тем, как мы продолжим, я хотел бы напомнить вам о моем втором музыкальном канале, доступном по ссылке в описании. Если вам это интересно, переходите и присоединяйтесь. Mercedes представил плановое обновление для своего очень способного четырехдверного купе AMG GT. Автомобиль получил несколько новых оттенков кузова, в том числе и темно-красный, который вы видите на своих экранах, а также новый хром-пакет, новые 20-е и 21-е колесные диски. Кроме того, можно заказать матовые элементы, которые можно скомбинировать с карбоновым пакетом. Сам дизайн автомобиля практически не изменился. Если где-то и есть какие-то нововведения, то они незначительны. В интерьере тоже никаких выдающихся изменений, за исключением нескольких новых вариантов отделки салона и нового рулевого колеса с двойными спицами. Отныне четырехдверке доступна версия с трехместным задним диваном. Как и ранее, автомобиль будет предлагаться в версии 43 и 53 АМГ. Оба варианта оснащаются рядной трехлитровой турбо-шестеркой, работающей в паре с полным приводом и фирменным девятиступенчатым автоматом. Младшая версия выдает 367 сил и 500 ньютон-метров, разменивает первую сотню за 4,9 секунды и способна развить скорость в 270 км в час. А старшая может похвастаться табуном в 435 сил и моментом в 520 ньютон-метров. Такой вариант разменивает первую сотню за 4,5 секунды и способен развить скорость в 285 км в час. Позже в компании обнародуют характеристики версии с V8, для которой в базе будет доступна переработанная многокамерная пневмоподвеска с обновленной системой Ride Control Plus. Цены на обновленный четырехдверный AMG GT пока не озвучены. Новый среднеразмерный кроссовер Maserati Grecoe снова попал в объективы фотошпионов. Новый конкурент BMW X3 и Mercedes GLC разместится ниже своего старшего собрата Levante и получит характерную решетку радиатора, новую оптику и подтянутый силуэт. Если верить утечкам, кроссовер будет таких же размеров, что и Альфа-Ромео Stelvio и в базе будет оснащаться двухлитровой турбо-четверкой. Также будет доступна более мощная версия и она якобы получит новый трехлитровый V6 собственного производства от Maserati MC20. По отдаче она переплюнет заряженную версию Stelvio и получит мощность, превышающую отметку в 500 лошадиных сил. Кроме того, в Maserati подтвердили информацию, что позже появится и полностью электрическая версия. Правда, о ее характеристиках пока ничего не известно, как и о дате выхода новинки. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Как всегда, оставляйте свои отзывы по поводу услышанного и увиденного. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам очень важна ваша поддержка. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok